Здравствуйте! Сегодня на канале СГУ-ТВ первый выпуск программы «Парадоксы авангарда». И первая передача, как вы уже знаете, будет посвящена именно тому, что же это такое авангард. Понятие, которое звучит очень часто. На авангард опираются и ссылаются многие художники, и многие люди, которые так или иначе увлекаются разными направлениями искусства. Авангард сейчас органично вписывается в современную культуру, но иногда мы забываем о том, что это явление далеко не молодое, что ему уже ровно 100 лет. Об этом я задумалась, когда попала на выставку, которая проходила этим летом в Центральном доме художников. Там, соответственно, проходила очень любопытная выставка, которая называлась «Иная реальность». «Иная реальность» – это выставка Творческого союза профессиональных художников, союза достаточно молодого, но активно ищущего новые какие-то направления, формы самореализации художников, демонстрации новинок и художественного видения. Но, конечно, у меня не было задачи делать передачу именно об этой выставке. Я прошла, посмотрела и кое-что сфотографировала. И вот потом уже, листая, соответственно, слайды, которые в моем фотоаппарате были зафиксированы, мне показалось, что это очень любопытно именно начать с обзора произведений, которые были представлены на этой выставке. Почему? Потому что, в общем, несмотря на всю новизну и на стремление художников представить что-то такое очень оригинальное и необычное, они все равно опирались на ту же базу, которая была заявлена в самом начале прошлого века, то есть века 20-го. Вот давайте посмотрим вместе какие-то некоторые произведения, которые мне хочется использовать для подтверждения своей мысли. Причем я не записывала имен художников, но сегодня мне это не важно. Возможно, потом в процессе цикла своей авторской программы, цикла передачи своей авторской программы, я еще вернусь к этой выставке и уже непосредственно о художниках, которые в ней участвовали, расскажу. А сейчас просто их произведение. Вот посмотрим, что они собой представляют. Итак, например, можно было увидеть вот такое вот произведение. То есть целая серия полосок, потон очень интересно соединенных, такие вот зеленовато-бирюзовые, желтовато-темно-зеленые тона. Красивое произведение. Около него хочется постоять, посмотреть, понаблюдать за такими очень нежными переходами светотеневыми. Но потом невольно вспоминаю, что, соответственно, ведь так также примерно строили свои композиции и художники в начале века. Я имею в виду геометрический абстракционизм, Мандриан, например. И, соответственно, ясно, что тот художник, который работает вот в такой вот системе самовыражения, он учитывает именно новации геометрического абстракционизма. Направление, которое возникло где-то примерно в 1907-1908 годах. Или, например, вот такие вот очень интересные работы художника Носеткина, насколько я помню. Потому что именно на эти работы зрители обращали такое очень особенное внимание. Потому что их воспринимали они как что-то такое очень существенное. И этого художника особенно хвалили. Итак, что мы видим? Мы видим взятые из карты Google. Вот, соответственно, планы. Планы порта и планы, по-моему, аэропорта. То есть вот просто куски, которые взяты из карты и перенесены в достаточно большом размере на полотнище. И превращенные таким образом в самостоятельное произведение искусства. Мастерство художника абсолютно не вызывает сомнений. Да, это очень-очень интересная, очень тонко сделанная работа. Но как бы духовная составляющая, творческая составляющая этих работ, ну, для меня не то, что вызывает сомнения. А просто, ну да, это хорошо, это интересно. Да, это карты. Да, это Google. Да, это то, что нас окружает. Да, это теснейшим образом связано с современной культурой. Но вот чего-то все равно, какой-то такой в новаторской сути, я в этом лично не вижу. Хотя и восхищаюсь тем, как это сделано. Или, соответственно, например, вот такая вот работа. Работа, которая бесспорно эмоциональный авангардизм напоминает. То есть мы сразу вспоминаем Кандинского прежде всего. Василия Кандинского, который свои вот эти вот эмоционально-абстрактные композиции создавал. И таким образом экспрессионистское начало в его творчестве перерастало в такое вот эмоционально-абстракционистское. И вот эта работа вполне воспринимается в духе тех, которые, особенно в начале своего творческого пути, создавал Василий Кандинский. Соответственно, таким образом, уже на основании этих трех работ, понятно, что разные направления авангарда используются. Как непосредственные образы, вот карты в данном случае, вот в предыдущей работе. Или же те идеи, которые были принципиально важны для художников начала века, реализуются по-прежнему очень ярко, самобытно, но тем не менее, идеи, которые уже давно существуют. Ну и вот еще, например, такая работа. Работа, которая, конечно, тоже эмоциональный абстракционизм напоминает. А в то же время напоминает и работы Торнера, то есть английского художника начала XIX века, который вот пытался, который был предтечей импрессионизма. И когда у него все цвета, существующие в природе, сливались в такую вот общую гамму и создавали определенные настроения у зрителя. Здесь же образности нет как таковой, но тем не менее, мы можем угадать, что может быть здесь река, а может быть мост и берега, соответственно, и набережная, и берег. А может быть и нет, может быть что-то совсем другое увидят другие зрители. Но тем не менее, такой ассоциативный экспрессионизм и абстракционизм, так бы я назвала вот это вот направление, тоже интересные работы. Но при этом, опять-таки, какой-то принципиальной новизны в них бесспорно нет. Возможно, авторы не претендуют на это. Просто таким вот он образом видит задачи современного искусства и возможности собственного самовыражения. Ну, посмотрим еще вот на такую, например, композицию, которая, ну, такое своеобразное панно, потому что это работа, которая подвешена в воздухе. И там вот мы видим на втором плане вот те картины, которые я вам показала ранее. Такая вот композиция из кусков железа составленная. По-видимому, здесь лист меди, лист, соответственно, еще какого-то металла. Вот вместе все это составляет такую вот тоже абсолютно абстрактную композицию, такое вот панно металлическое. Очень красиво все это смотрится. Но, опять-таки, к абстрактному искусству, которое зарождается в начале 20 века, несомненно, наше воображение и наша память возвращается. Таким вот образом, еще раз мы видим, что, собственно, вот эта вот иная реальность, которую представили художники на этой выставке, она, в принципе, не иная. Она все та же. То есть та же реальность, которая была создана новаторами начала 20 века. Ну и еще вот такая вот интересная скульптурная композиция, которая, соответственно, напоминает мне работы Александра Кольдера, американского скульптора, создателя мобилей. То есть скульптур, которые подвешены, и поэтому при малейшем движении воздуха приходят в движение. И вот, соответственно, данный автор, он бесспорно вот эти вот новации Кольдера использует. Хотя Кольдер это несколько позднее, это не начало века, а уже где-то 30-е и 40-е годы. Но, тем не менее, все равно это еще все то же русло авангардистских идей, которые характерны для первой половины 20 века. Итак, иная реальность. И невольно вспоминаешь о начале авангарда. О том времени, когда он зарождается. О начале 20 века. Время было действительно такое очень и очень кризисное, переломное. Потому что, действительно, все старые идеи стали казаться отжившими. То, как развивалось искусство, как оно отражало вот эти вот интуицию творческую художников, все это стало казаться уже отжившим и неактуальным. И поэтому художники активно ищут новые формы самовыражения. Естественно, писать, рисовать или создавать скульптуры в духе прошлых лет не представляется интересным. Почему? Ну, потому что уже достигнуты такие вершины, такой уровень, соответственно, в реалистической живописи и скульптуре достигнут предшествующими поколениями. Что найти что-то новое и выйти на какие-то принципиально более высокие рубежи уже просто не представляется возможным. И поэтому художники начинают отвергать реалистическое искусство. И каждый предлагать какое-то видение задач именно современного искусства. Идей было множество, но, так сказать, реализовались они, хотя и очень, так сказать, тесно по временным рамкам, но, тем не менее, достаточно последовательно. Сейчас, наверное, вот для нашего зрителя, российского зрителя, когда мы говорим о «Авангард», то прежде всего вспоминаем, конечно, о Малевиче, вот о его знаменитом «Черном квадрате». Малевич был представителем супрематизма, им созданного направления в «Авангарде». И, собственно, его «Черный квадрат» — это не произведение искусства как такового. «Черный квадрат» — это своего рода декларация, декларация и отражение творческого креда Малевича. То есть вот это черное, окантованное, зажатое в квадрат пространство — это вот как бы истоки и творческого начала, и жизненного начала. Если подразумевать под искусством, это прежде всего те произведения, которые будоражат сознание, которые вызывают фантазию в зрителе, то «Черный квадрат» как раз произведение искусства, потому что он вызывает самые разные, самые разные впечатления производит и самые разные идеи может рождать у зрителя. Вот однажды мои студенты, например, оживляли в процессе, соответственно, задание было оживить картину. Это студенты театрального вуза. И они взяли для оживления именно «Черный квадрат». «Черный квадрат» для них была вот эта вот бездна, куда, соответственно, затягивают людей и мешают им проявлять свою индивидуальность, мешают быть свободными личностями. Они все были одеты в черное, и вот кто-то вырывался, открывал лицо, то есть снимал маску черную с лица и пытался установить контакт со зрителем. Потом вот эта вот масса черная затягивала его обратно, и на этом все заканчивалось. То есть интерпретация «Черного квадрата» была вполне убедительна, а раз можно произведение интерпретировать, то это уже признаки достаточно основательные именно произведения искусства. Но все-таки для Малевича это была декларация, декларация отрешения от всех традиций прошлого, потому что сам он начинал вполне в таком традиционном ключе свою творческую жизнь, и начало чего-то принципиально нового, то есть возвращение к истокам. Ну, соответственно, «Черный квадрат», если, естественно, не одно произведение искусства, которое ассоциируется с авангардом. Еще, например, конечно, произведения Дали часто приходят, именно всплывают в памяти, потому что Дали тоже представитель авангарда, который очень популярен до сих пор, и которого считают одним из величайших художников XX века. Ну, и мы видим эту работу «Апофеоз войны», хотя она написана тоже уже в 30-е годы, но тем не менее направление, к которому принадлежал Дали, сюрреализм, он формировался в конце 10-х годов, начинал формироваться. А сам Дали, собственно, начинал вместе с кубистами, но о Дали у нас еще будет разговор в следующих передачах, так что об этом мы пока не будем говорить. Далее, какие еще произведения всплывают в памяти, когда мы, соответственно, говорим об авангарде? Ну, хотелось бы мне здесь показать еще, конечно, произведение Пикассо, потому что его авеньонские красавицы, девушки из авеньона, они тоже очень важны для постижения авангарда. Но вот у меня появился сейчас автопортрет Поля Сезанна, потому что, несмотря на то, что авангард мы связываем с именами Малевича, Пикассо, Брака, Матисса, Дали, но тем не менее истоки авангарда – это именно творчество Сезанна, Ван Гога и Гогена, то есть трех крупнейших мастеров постимпрессионизма, которые стали базой для формирования направлений авангарда. Итак, Поль Сезанн. Поль Сезанн создал очень много автопортретов, потому что это типично для представителей постимпрессионизма, именно обращаться к своей индивидуальности, к теме автопортрета, потому что автопортрет отражает состояние человека, а оно было таким очень напряженным и неблагополучным. И мне кажется, это причина такого частого обращения авангардистов, вернее, постимпрессионистов к автопортрету. Ну и, соответственно, работы Сезанна, например, его замечательные натюрморты, которые все вдруг пришли в движение, в которых была активно подчеркнута форма, и в то же время культивировалась такая вот красочность, и что-то было монументальное, и в то же время энергетически подвижное. Вот все это бесспорно было новшеством, которое постепенно стало высоко цениться. Далее, соответственно, вот мы можем увидеть знаменитую картину, которая вот сегодня является фоном в нашей студии, то есть гора Сен-Виктуар. Но, наверное, все-таки творчество кубистов, например, ассоциируется с работами Сезанна, посвященными купальщикам, потому что для Сезанна купальщики – это не только монументализация человеческого тела, но еще и какая-то определенная степень сопряженности человека с миром природы, единения человека и природы. И поэтому вот этот вот его цикл, посвященный купальщикам, он тоже вызвал огромный интерес и, соответственно, привел к появлению некоторых работ авангардистов, в частности, вот авиньонских красавиц Пикассо. Другим представителем постимпрессионизма, чье творчество очень важно для начала авангарда, был Винсент Ван Гог, художник абсолютно неоцененный при жизни. То есть при жизни ему удалось продать только одну свою работу, да и то, как утверждают, ее купил через подставных лиц его родной брат. Но рисовавший, писавший, вернее, интенсивно, увлеченно, и после смерти которого, трагической смерти, состоялась выставка его работ, и он вдруг стал популярным. Так часто бывает, к сожалению, в истории живописи, что тот, кто неоценен при жизни, сразу после смерти становится популярным, и картины начинают очень высоко цениться. С Сезанном произошло по-другому. Он уже при жизни, в конце своей жизни стал очень популярным, и сам даже не верил своей популярности, и как-то не сумел даже вжиться в образ популярного человека. Но произведения Ван Гога, естественно, тоже достаточно хорошо известны. И, с одной стороны, мы узнаем пространство. Это вот спальня Ван Гога в Арле, в городе, в котором он жил вместе с Ван Гогом какое-то время, и где пытался найти истоки для такого вдохновенного творчества. Мы видим, с одной стороны, здесь все узнаваемо, и столы, и стулья, и кровати, и картины, и окно. Но, с другой стороны, все видоизменено, все живет своей жизнью. Используются такие вот нарочито яркие краски. Все это уже создает какую-то абсолютно другую реальность, которая не является слепым отражением того, что есть в действительности. А это уже все предчувствие авангардистских настроений и идей. Затем я сейчас пропущу произведения Ван Гога, о которых мне хотелось бы рассказать, потому что одна из следующих передач будет посвящена именно его творчеству. Но, тем не менее, хочу остановить ваше внимание вот на этой работе. Автор этого полотна – Эдвард Мунг, норвежский художник, который считается прямым наследником Ван Гога. Эдвард Мунг – один из основоположников экспрессионизма, направления авангарда, которое наиболее сложно для восприятия, наиболее субъективно. Потому что главная задача художников-экспрессионистов – это отразить впечатление о мире, причем, как правило, негативные впечатления, вызывающие боль и страдания. И вот эта вот работа, которая называется «Крик», мы видим такого человека обезличенного, который в ужасе закрыл лицо руками. И все краски такие вот напряженные, болезненные, яркие, отчаяние, страх, боль – все вложено в это произведение. И, в принципе, это произведение вполне адекватно тому настроению, которое заложено в картинах Винсента Пан Гога, которого именно считают непосредственным предшественником экспрессионизма. И очень близким по духу полотнам Эдварда Мунка. Затем, конечно, Поль Гоген. Поль Гоген, наверное, самый экзотический из трех столпов постимпрессионизма. Он очень любил дальние страны. Он ездил, как мы знаем, на Таити, остров Ява, путешествовал. И вот эти вот экзотические территории особенно ему нравились, потому что именно там он видел вот эту всю полноту и яркость мира и какую-то его первозданную красоту. И мы видим автопортрет Гогена, который называется «Автопортрет с желтым Христом». На фоне Христа, соответственно, себя изображает Гоген. Он внимательно смотрит на зрителя, кажется, оценивая то впечатление, которое производит его творчество на тех, кто воспринимает его. Итак, Поль Гоген с его яркими красками, с его эмоциональностью, которая каждой работе присуща. Но, собственно, эмоциональность присуща бесспорной работам Винсента Ван Гога, в меньшей степени, наверное, работам Поля Сезанна, потому что именно Сезанн самый фундаментальный из этих трех авторов. Но, тем не менее, эмоциональность одна из таких наиболее важных черп постимпрессионизма в целом. Ну и мы, соответственно, видим еще одну работу Поля Гогена Таитянского цикла. Мы видим, что он обращается к такому плоскостному рисунку. Работа уподоблена такому вот панно, ковру, к белену. Даже какие-то египетские мотивы просматриваются в этой работе. То есть такая явная стилизация и явное обращение к чистому цвету, очень яркому и насыщенному. Далее, соответственно, опять-таки о Гогене мы будем говорить, но непосредственным наследником Гогена был, несомненно, Анри Матисс, который, собственно, и стал основоположником первого направления авангарда, фавизма. Мы сейчас видим работу Анри Матисса «Красная гостиная», где все черты, характерные для творчества Поля Гогена, а именно вот эта вот плоскостность, чистота цвета, эмоциональность повышенная и уподобление картины гобелену или панно, все это здесь заявлено и отражено. Когда, опять-таки, получилось так, что вот в начале века состоялись сразу несколько выставок Винсента Ван Гога, Поля Сезана и Поля Гогена, и все художники пришли в восторг от их творчества и в той или иной степени стали подражать им. Но это было не прямое подражательство, а подражание такое вот, пытаться подражать именно творчески, развивая разные идеи. Итак, Анри Матисс и выставка его работ, и работ его единомышленников, которые активно развивали вот эти вот работы своих предшественников, постимпрессионистов. Красная гостиная, которую мы сейчас видим, с ее плоскостностью, яркостью, особой какой-то подвижностью, и при этом подвижность, которая сочетается с такой вот устойчивостью определенной. Это все черты творческого метода Матисса и его единомышленников. В 1967 году состоялась выставка их работ, на которой они показали, соответственно, свои яркие полотна, и критика назвала их фавистами, то есть дикими, дикие звери переводится это слово, но в принципе дикие. Дикие – это то, что вот ассоциируется с их методом, потому что зрителям начала XX века, вот это вот их яркость какая-то, вот такое вот неординарное отношение к сочетаниям цветовым, вот синее, желтое, зеленое, все такими чистыми пятнами, и все горело вот этой вот эмоциональностью, которая составляла суть творческого процесса. И, соответственно, вот это вот слово за ними закрепилось. Итак, фависты были первыми, кто открыл зрителям мир авангарда. Авангард – это значит движение вперед, и не случайно термин взят из военной лексики, потому что действительно преобразования были радикальны, вполне соответствующие революционному духу времени, началу XX века. Спасибо за внимание. На этом я сегодняшнюю передачу заканчиваю, и мы продолжим разговор об авангарде и основных его направлениях в следующих передачах. До свидания.